Эмилио Кандидо Портес Хиль – мексиканский политический деятель, один из лидеров, а позднее председатель правительственной институционно-революционной партии, временный президент Мексики с 1928 по 1930 год. Биография Эмилио Портес Хиль – родился 3 октября 1890 года в городе Сьюдат-Виктория, штат Тому-Лепас, в семье Доминго Портес и Адела Хиль. Получив начальное и среднее образование в родном городе он переехал в столицу, где поступил в юридический колледж Эскуэлла Либер де Дерреко, который закончил в 1915 году. После получения диплома юриста Эмилио Портес занимал различные государственные должности, в 1916 году став судьей Верховного суда штата Санура, а немного позднее депутатом Национального конгресса. В 1918-1919 годах стал генеральным секретарем правительства штата Тому-Лепаса, а после начала так называемой «революция Гуапрета-Руск», был назначен временным губернатором этой территории. 17 мая 1924 года Портес Хиль основал пограничную социалистическую партию, от которой в 1925 году был избран уже постоянным губернатором Тому-Лепаса. 17 июля 1928 года католическим студентом был убит избранный президентом Мексики Альваро Абрегон. В этой критической ситуации Эмилио Портес становится сначала министром внутренних дел в правительстве Кольеса, а 1 декабря – временным президентом республики. Президентство несмотря на свое краткое пребывание на посту президента Эмилио Портес столкнулся с многочисленными проблемами. Одной из них стал продолжающийся конфликт между государством и римско-католической церковью. В стране все еще продолжалось восстание Крестерос, которое унесло жизни десятки тысяч людей. Лишь при посредничестве посла США Мора удалось подписать соглашение с Ватиканом, по которому де-факто церкви возвращалось имущество. Разрешалось религиозное преподавание. Крестерос объявлялась амнистия. Другая проблема состояла в конфликте со студентами Национального университета Мексики, которые продолжали свои требования о представлении автономии. Наконец, 9 мая 1929 года 53 студента приняли решение о начале забастовки, результатом которой стал закон об автономии, по которому предусматривалось минимальное вмешательство президента и Министерства образования в дела университета. Нестабильной оставалась и политическая обстановка. Задачей Хиля было провести новые выборы президента, что вызывало недовольство среди многих мексиканцев, вполне справедливо опасавшихся прихода очередной марионетки верховного правителя, как называл себя Плутарко Кольос, по инициативе которого была создана новая партия – Национально-революционная партия. От нее кандидатом на высший пост республики был выдвинут Паскуаль Артийс Рубея, победу которого, по мнению оппозиции, и должен был обеспечить временный президент. 3 марта 1929 года генерал Хосе Гонсало Эскобара поднял мятеж, продолжавшийся три месяца и унесший жизни около двух тысяч человек. Наконец, на выборах 17 ноября НРП одержало победу и Артийс Рубея стал 49-ю президентом. После президентства, какое-то время после сдачи полномочий, Эмилио Портёс Хиль занимал должность министра внутренних дел, был председателем Национально-революционной партии, полномочным министром во Франции, послом в Доминиканской республике, Эквадоре и Индии, генеральным прокурором, а также непродолжительное время главой МИДа, написал ряд работ по политической истории Мексики. «Ла-Ла-Бор-Си-Ди-Си-Оса» – «Дел Клера Мексикана», «Автобиография» – «Де Ларри Валакин Мексикана», «Куин-Санос» – «Де Политика Мексикана». Умер Эмилио Портёс Хиль 10 декабря 1978 года в Мехико.